Итак, мы с вами продолжаем попытку говорить о так называемых перевоплощениях и попытку объяснения того, каким образом понимать нам вот те совпадения, можем сказать так, которые наблюдаются, когда некоторые люди вдруг в состоянии транса, иногда не в состоянии транса, но указывают точно на те предшествовавшие исторические события, свидетелями которых они никак не могли быть и ни от кого не могли слышать. Именно на этом настаивают те, которые говорят о перевоплощениях. Так вот, я говорю, мы эти факты должны найти объяснение этим фактам. Вот одно из этих объяснений, как мне кажется в данном случае, одно из этих объяснений заключается в том, что душа наша по природе – жительница того мира. И, будучи таковой, она по природе своей, будучи богоподобной, имеет в себе свойство и предвидения, и видения предшествовавших событий. Вот так. Это, так сказать, одна из версий, будем говорить так, объяснений. Есть и ещё некоторые вещи, с помощью которых мы можем объяснить эти факты. Если нас спрашивают, как религиозных людей, то мы отвечаем. Мы верим, что существуют духи, и в частности, духи, которых мы называем демонами. Так? Или бесами. И которые могут человеку, неочищенному от страстей, тем не менее, вот находящемуся в, так сказать, в естественном греховном состоянии, могут открывать те события, которые имели место в предшествующий период. Мы говорим о так называемых воспоминаниях. Вы слышите, о чём мы говорим? Воспоминаниях. Так? Бесы могут открывать? Да, конечно. Какие условия? Мы об условиях это говорить очень трудно. Но что таковое возможно, то это бесспорно, поскольку они были свидетелями того, что происходило исторически в тот или иной момент. Так что бесовские воздействия, они являются одним из объяснений вот этих, так называемых, воспоминаний. Вот затем очень интересный есть такой факт, связанный с современной биологией, с генетикой. Существует так называемая генетическая память. Этот вопрос ещё недостаточно исследован, и не знаю до конца он может ли быть, когда достаточно, так сказать, познан, но, по крайней мере, уже не вызывает сомнения следующее, что в генах человеческих записывается вся информация его жизнью. Всё, что мы воспринимаем, всё, и наша телесная жизнь, и наша психическая жизнь, и наша духовная жизнь, вообще всё, что происходит в нашей жизни, всё это фиксируется. Фиксируется и добро, и зло. Так, это налагает отпечаток на саму нашу генетическую, наследственную природу. Это бесспорно. Все впечатления. И эти впечатления в определённой степени, в какой об этом пока трудно сказать, но они передаются по наследству. Мы видим, как передаются по наследству внешние черты. Например, говорит, сын похож на отца, там, дочь на мать. Причём, похоже, не только тело, похоже, характеры бывают, стремления, вкусы, нравственные черты. Именно схоже с чем? С родителями или с прародителями. Довольно часто бывает эта схожесть. Схожесть заметна через поколение. Мы ещё с вами будем об этом говорить, когда когда станет вопрос о так называемом родовом родовом повреждении. Но уже сейчас я хочу сказать, что оказывается, оказывается, человеческий род это единый поток. и наша наследственная система обладает бесконечной памятью. И там можно предполагать с большой долей достоверности, что фиксируется весь предшествующий опыт. Всё фиксируется. Как фиксируется? Об этом сказать очень трудно. Это уже вопрос сложный и научный. Но, по крайней мере, всё фиксируется. Где-то где-то фиксируется в нашей наследственной системе. И оно может проявлять себя при каких-то определённых условиях. Психологи находят много уровней подсознания в человеке. Вы слышите? Не сознание, а подсознание. Много уровней подсознание. И мы сами знаем, как то, что, кажется, иногда мы абсолютно забыли, вдруг у нас всплывает. И вдруг мы с яркостью вдруг вспоминаем то, что у нас это было когда-то, я не знаю. Если это так, а ведь основания предполагать к этому большие, если это так, то тогда не приходится удивляться, что при каких-то внешних воздействиях, например, наркотики или каких-то внутренних нам непонятных, прирождённых, может быть, свойствах человека могут быть моменты, когда у него, так сказать, выходит на поверхность то, что скрыто там, не знаю, на каком уровне подсознания, из этой генетической памяти так что-то всплывает. Всплывает в такой яркой форме, причём, что он уже это видит, как будто это происходит прям буквально так с ним, или как будто он был участником того или иного события. Вот это вот явление генетической памяти, оно даёт возможность нам объяснить многое из того, что теософами именуются так называемыми воспоминаниями событий, которые имели место в предшествовавших перевоплощениях. Вот так. Это ещё, так сказать, один момент, который мы не можем забывать. Итак, мне кажется, по крайней мере, три таких наиболее важных моментов, на чём можем мы остановиться. Первое, значит, первое, это, что душа наша по природе своей может видеть и знать гораздо больше, чем мы думаем. Второе, существует вот эта природная связь поколений, поколений природная связь то есть существует, человек не является оторванной единицей, а он связан со всем предшествующим, так сказать, ну, поколениями, со всеми предшествующим поколениями людей вплоть до первого человека. Так? И, наконец, что в человеке при определённых условиях, там, как я говорю, может быть, наркотики, может быть, свойства природённые, вот, те события и факты, которые зафиксированы, там, они могут всплывать из подсознания в человеческое сознание. Вот так. А, да, и, наконец, третье, третье, о чём нельзя забывать, это возможность бесовских воздействий на человека. Я говорю, бесовских, потому что маловероятно, чтобы ангелы, так сказать, ангелы давали человеку воспоминания о том, что там произошло в каких-то, да, предшествующих веках просто так, ради интереса, ради любопытства, ну, неизвестно почему и зачем. Ясно, что это может быть действие только тёмных духов, но никак не ангела. Вот эти вот три, три, так сказать, три возможных, возможных объяснений тех воспоминаний, на которых настаивают теософы, когда говорят о будто бы истинности перевоплощений. Но с христианской точки зрения что должен сказать? Священное Писание никоим образом не подтверждает идеи перевоплощения. У апостола Павла читаем, да, в послании к евреям, да, читаем, человеком положено однажды умереть, а потом суд. Святые отцы тоже самое пишут. Вот Исаак Сирин, кто не старается здесь стяжать эту жизнь в душе своей, да не обольщает себя тщетную надеждою. То есть, жизнь даётся один раз, экзамен даётся один раз. Один раз, а не так, как у нас. Дважды, а то и трижды придумали. Один раз даётся экзамен. Вообще, надо будет поставить вопрос на высокий уровень. Почему противоречим Святым Отцам и Священному Писанию? Вот так. И более того, я вам скажу, что на Пятом Вселенском Соборе было осуждено учение учение о предсуществовании душ. То есть, а это учение, как вы сами понимаете, является основанием учения о перевоплощениях. Пятый Вселенский Собор осудил это, что не было никакого предсуществования душ. Следовательно, то есть, души не воплощаются и тем более не перевоплощаются. нет такого церковного учения. Более того, скажу, все теософы признают, что великие христианские святые, ну, такие, как Макарий, Антоний, Пимин и так далее, что все эти святые, они действительно были истинными созерцателями того, что есть на самом деле. То есть, тот духовный мир им открывался. Они верят. Так же, как какой-нибудь Вивикананда или Рамакришна и далее. Это все на одно лицо. Так? И вот любопытно, что ни один из великих святых церкви никогда не говорил о перевоплощениях. Скрывать им зачем это было? Зачем скрывать? Они могли об этом сказать? Никто и никогда не упоминал об этом. А надо сказать, что эти святые достигали действительно очень высоких состояний. И они действительно были уже боговицами. Вот эти моменты, они достаточно важны для нас в наших ответах ответах на идею так называемых перевоплощений и тех воспоминаний, в кавычках, я все-таки считаю, этих воспоминаний, которых нам говорят оккультисты, теософы, кришнаиты и вообще все те, кто связан с индуистскими корнями в своем мировоззрении. Вот так, друзья мои. И еще последнее сейчас скажу, что учение о перевоплощении оно несет в себе несет в себе очень нехороший заряд. Дело вот в чем. Наша человеческая психология какова? Что можно не делать сегодня, я лучше сделаю завтра. Ну, сейчас я уж поживу. Но потом, когда стану крокодилом, вот тогда я уже достигну духовного совершенства. Отрекусь от всего земного, да, и достигну состояния мокши, и чего угодно. Эта черта действительно очень присуща нашему человеческому сознанию. Очень. И вот эта идея метампсихоза, она является в этом плане коварной, потому что она нейтрализует человеческую активность, нейтрализует то, о чем сказал Христос Царство Божие нудится, то есть требует понуждения себя активной христианской жизни, а не просто, так сказать, ожидание, пассивного ожидания чего-либо не было. Вот так, друзья мои, вот мне хотелось об этих вещах сегодня с вами поговорить сейчас. Ну, сейчас у вас какие-то есть вопросы, я вижу, то, пожалуйста, прежде чем переходить к еще более важным вещам, чем то, о чем мы с вами говорили. Хотя, кажется, более важного ничего быть и не может. Надеюсь, вы это понимаете. Ну, пожалуйста. У меня такой вопрос. Святитель Новосибири Диаванский говорил о том, что душа пресуществует. В своем труде он пишет, что Господь вливает в тело душу, а потом возвращается она на свое место. Вот, в частности, это есть книга Адамова, он конкретно изучал жизнь творения святителя Мроси. Вот, как относиться к этому? Блаженный Агусин в своей исповеди тоже спрашивает, Господи, была ли моя душа, вот, и откуда она взялась, что она оказалась в этом теле? Вот, как относиться к этому? Ну, вы помните историю и с Амросием, и с Блаженным Августином, как они стали, стали и христианами, и даже стали епископами. Помните? Я вам скажу даже более того. Вот, вот вы, конечно, вы когда-нибудь слыхали о произведениях благоразумного разбойника? Нет. А вот, если бы они были, то вы в столовой, вот сейчас бы вот будет обед, встали бы вам, дали книгу, и вы встали. Да. Ижево, святых отца нашего благоразумного разбойника, благослови, честный отче прочести, и начали бы читать сочинения творений благоразумного разбойника. Можно себе представить, что он бы написал там. Это что, ижево святых, да? Мы допускаем часто большую ошибку, что, когда видим творения ижево святых, и абсолютно не смотрим, когда что написано. Есть люди, их очень немного было в истории, немного, которые действительно, вы знаете, действительно, отчревом матери просто буквально поражали людей своим каким-то особым, своей особой причастностью к Богу. Их очень немного было. Прямо отчрева действительно матери, что называют. Большинство же подавляющее, я не знаю, 99 и 9 в периоде, наверное, людей, которые трудом и потом достигали того состояния, которое мы называем святостью. И поэтому всё то, что они писали до этого периода, а подчас нам трудно сказать даже, до этого, к этому нужно относиться сдержанно. Они могли писать и вещи, действительно, соответствующие церковному учению могли и ошибаться. Феофан Затворник святой или нет? А он пишет о мировой душе. Это что такое? Что это такое? И ещё целый ряд вещей не хочу сейчас говорить. Василий Великий пишет, что из мокроты заводятся черви. Ну, давайте теперь следовать этому учению, да? Нужно относиться к этим вещам очень осторожно. У нас каков критерий? У нас нет этого, как в протестантизме, если хотите, где каждый профессор, вот, или каждый богослов, или каждый, тем более, христианин, критерием самого себя является. У нас есть критерии, которые именуются священным преданием церкви. Что это такое есть? Это есть согласие отцов, то есть большинства отцов, когда большинство, это очень важно, подавляющее большинство отцов, когда говорят вот так, тогда мы, тогда что, почему мы это принимаем? Совсем не потому, как в парламентах большинство проголосовало, и поэтому мы принимаем, что дважды два, это будет три с полтиной. Так вот, это о чём свидетельствует, когда мы видим, что большинство отцов об этом вопросе пишут так, это следовательно не их личное мнение. Я положил палец в рот и высосал отсюда мнение своё, а это уже действительно то, что проверено молитвою, то, что действительно им сказал Дух Божий, что это действительно является истиной. В православии критерием является почему? Священное предание Церкви. Поэтому по всем основным вопросам оно есть, это священное предание. Есть вопросы, по которым нет. Пожалуйста, свободны. Пожалуйста, свободны. Вы говорите, вот такой отец учит так и учит вот так. Этот вопрос остаётся каким, следовательно? Или открытым. Открытым. Или, пожалуйста, вот существует там две, допустим, точки зрения. Ну что ж, мы так и остаёмся. Да, существует две точки зрения. Это не открыто нам. Значит, нам не нужно это знать вот точно. Не нужно. Нет необходимости. Потому что учтите, нам нужно знать совсем немногое. Потому что как только душа наша отлетит от тела, мы там всё увидим точно. Точно увидим. поэтому наша задача совсем не в том, чтобы уже здесь сказать, как там правильно, а в том, чтобы верно войти туда, где мы увидим всё то, что нам нужно знать. Понятно? Этим мы отличаемся от всех других, если хотите, и религии, и философии. У нас есть твёрдая основа – священное предание церкви. Поэтому в данном случае вот эта высказанная мысль Амбросия Меделандского просто не работает. Ну, высказал человек, ну, ну, ладно, ну, высказал, ну, и спокойно лежи, лежи. Спокойно, да, вот так. А Августин вообще спрашивает. Так вы думаете, он один что-то спрашивал? Это очень многие спрашивают, действительно. Это же проблема. Откуда личность? У святых отцов даже мы находим разные высказания о происхождении души. Знаете, точек зрения происхождения. Некоторые отцы утверждают, что Богом даётся душа каждый раз. Так? Большинство отцов что говорят? Нет. То, что говорит Макарий Великий. Говорит, нет. И душа, и тело происходят от родителей, от отца его ребёнка и матери его. Понимаете? Вот тут видите? Но, в конце концов, если не вдаваться в детали, скажите, ну, какое значение это имеет? Вот, ну, я знаю, хорошо, от отца, матери, ну, вот, я знаю, что от Бога. Я не вдаюсь подробностей. Ну, и что дальше? Что со мной дальше? Ну, теперь, где я? Где я? богословы, богословы, увы, интересуются вопросами, которые не имеют никакого значения главному вопросу, как мне правильно, достойно войти туда, где передо мной откроется всё, и я увижу. Нет, мне сейчас хочется, сейчас, сейчас. Скажи, Господи, дай мне, как душа происходит? Что мы за люди такие? Как дети. К ребёнку, дай игрушку, он обязательно разломает, посмотрит, что там трещит. И уже игрушки нет. Так и здесь, богослов занимается вопросами, всю жизнь вот этими, а жизнь кончилась, и игрушки нет, и пустой входит туда, и с ужасом смотрит, чем, как я потерял свою жизнь, на что отдал свою жизнь, на мыльные пузыри, в которые гадал. Ух, как это опасно! Так что, мнение о Вроте Семиделанского можем выслушать, сказать спасибо, спасибо, и пойти дальше. Ну, ладно. Теперь мы с вами подходим к важнейшему вопросу. Важнейшему, центральному вопросу. вопросу, который вызывает немало недоумений у людей, у нехристиан и у христиан. Недоумений какого рода? В понимании того, в понимании его, о чём я говорю, я вот о чём говорю. Мы все говорим, Христос наш Спаситель, Христос нас спас, Христос освободил нас от греха, проклятия и смерти. Слышим эти фразы. Греха – все грешат. Проклятие – не понимаю, что это такое. В смерти – все умирают. Ничего не понимаю. Спаситель – так от чего спас? Как это понять, что он спас? Протестанты этот вопрос решили блестяще просто. Просто блестяще. Он пришёл, пострадал, и теперь всё. Веруешь ты, что это он пришёл и пострадал? Да, верую. Всё, ты спасён. Так что теперь можешь жить спокойно здесь жить, заниматься своими экономическими, финансовыми проблемами. Рай тебе обеспечен. Почему? По очень простой причине. По очень простой причине. Мы святы святостью Христовой. И святость Христова защищает нас. защищает нас от взоров Бога Отца. Мы прячемся, как один проповедник американский это говорил. Вы себе представить не можете, не можете себе представить, как он говорил. Ходит по классу и говорит, мы, люди, прячемся под мышкою Христа от гнева и кары Бога Отца. Слышишься, кто Бог Отец какой? Ух! Ух! Если бы не Христос, то нам бы, да, досталось бы вовсю. О, какой Бог! Он, как будто, этот проповедник, никогда даже не читал, что так возлюбил Бог. Он, Бог, а мир, что отдал Сына Своего Единородного, не знают этого. Не знают. Христос нас избавил от кары. Так вот, протестантское. Видите, какое понимание? Христос всё сделал за нас. Вам понятно? Всё! От нас ничего не нужно. Ничего. Только веровать. Хорошо? Мало. И саму веру даёт Он. И саму веру даёт Он. Ибо сами мы не можем её приобрести. Вы слышите, к чему пришли? Приходилось, друзья мои, просто спрашивать. Простите, но если так, если даже и саму веру даёт Бог, и Он всё сделал, значит, тогда Он, Бог, вы слышите, что вы утверждаете? Он, Бог, виновен в том, если люди, а они такие, наверное, будут, пойдут в гиенну огненную. Почему виновен? Он не дал им веры. Я говорю, понимаете, что вы делаете? Разве можно так говорить? Вы обвиняете Бога! Так вот. Но это уже, так сказать, мы с вами уклоняемся. Суть дела. Значит, протестанты очень легко это объяснили. Всё становится понятным. Он нас спас, и мы теперь спасаемся верою. Православные никак не хотят с этим согласиться. что мы спасаемся только верою, никак не соглашаются. То есть, соглашаются, но под верой только разумеется, совсем не то, что подразумевается там. Есть ещё тут другой вариант, ещё католический вариант, когда мы спасаемся делами, заслугами. Опять православные не соглашаются. Не соглашаются никакими заслугами. У разбойника никаких не было заслуг. Он первый вошёл в рай. Слушайте, что же Христос сделал в конце концов? Вот вопрос. Вопрос вопроса. В чём смысл его страдания, смерти? Что он сделал? Почему мы называем его спасителем? Это вопрос. А есть ещё вопрос. Другой. Ничуть не легче. Зачем Богу, пусть Сыну Божию, надо было воплощаться и страдать? Неужели Бог не мог спасти просто человека? А это зачем? Разве он не Бог? Я не знаю, вы, наверное, по дагматическому богословию всё это уже хорошо знаете, видимо. Да. Поэтому, может быть, я буду в открытые двери ломиться. Но почему я буду ломиться всё-таки? Потому что задают эти вопросы. Задают постоянно. о чём вы говорите? Что это такое спас? Почему Бог не мог спасти без воплощения и страданий? Мы ничего не понимаем. вот так. Я просто сразу же вам ставлю отчётливо эти вопросы с тем, чтобы мы уже могли с вами предметно, так сказать, заниматься и видеть перспективу. Перспективу того, чем, что мы должны будем обсудить. Попытаться обсудить. Вот так. Первое. А что вообще подразумевается под спасением в христианстве? Ну, в христианстве, то есть в православии, конечно. Так. Этот вопрос. Какие существуют точки зрения на это и в чём особенность православного понимания? Вот так. Это первое. Второе. Второе, о чём надо поговорить. Как только мы сказали о спасении, а в чём погибель состояло? Ведь не просто так же спасается. А в чём гибель? Ну, когда я тону, мне понятно, от чём меня спасают. Когда смертельная болезнь, тоже понятно. А в данном случае мы привыкли подчас отделываться такими фразами от греха. А что это такое? Спасение от греха. И кто достигает спасения от греха? По-моему, Пимен Великий, кажется, говорил, я не помню, что многие говорят о достижении бесстрастия, но очень редкие достигают его. Бесстрастия, то есть полного уничтожения греха в человеке. Очень редкие. А Макарий Великий где-то говорит даже, что я ни одного человека не встречал ещё, ещё не встречал, у которого бы не было вот этого, так сказать, зёрнышка тли. Вот ведь какое дело-то! Итак, второй вопрос – от чего спасать? Сказать просто от греха? Хорошо, это правильно, 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 мы ничего пока не сказали. Мы пока ничего не сказали. Я когда сплю, я не грешу. Но это не значит, что я во время сна святой человек. В общем, одним словом, вторая проблема – понятие о грехе. О чём тут идёт речь? От чего же нужно спасать человека? Это очень важно. Третье. Что же совершил Христос? как он избавил от того, о чём мы будем это говорить? Что это такое? Что он сделал? Как произошло-то? Что он снял грехи с нас? Что значит пострадал за нас? Или вместо нас? Что это значит? Попытаться ответить нужно. Не так, как протестанты говорят, что он вместо нас, просто за нас? А нам же ничего не надо. А что если надо? Что надо? Почему это надо? Раз недостаточно жертвы Христовой? И что означает эта жертва? Что это означает? О чём мы говорим? И наконец последнее – это те следствия, которые проистекают из этой жертвы крестной. Следствия для человека, для нас. Ну и так, сегодня поговорим мы с вами о спасении, хотя я немножко уже, по-моему, говорил об этом, но это не мешает. Повторение мать учения, потом есть вещи, о которых надо говорить, может быть, почаще даже. Первое, о чём мне хочется сейчас сказать, что само понимание спасения так имеет несколько аспектов. Само это слово понимает по-разному. И это слово прилагается к совершенно разным сторонам человеческой жизни. И в зависимости от этого уже меняется и вся концепция. Ну, кратенько я всё-таки скажу об этих вещах с тем, чтобы нам с вами проще было дальше идти. Первое, когда говорят о спасении, то говорят о наличии некоего метафизического зла, присутствующего в нашем бытии. Это метафизическое зло понималось в истории различно. но суть его в конечном счёте сводится к тому, что зло, как и добро, одинаково существует в нашем мире и в человеке. Это, если хотите, два равноправных начала, которые борются как в истории, так и в каждом человеке между собой. в религиозном плане эта идея иногда выражалась в учении о Боге добром и Боге злом, который также борется между собой. Какой-нибудь армуз там и ариман. Это метафизическое зло. Основная же идея какая? Вот равно присутствие этих двух начал. именно я подчёркиваю равно присутствие этих двух начал. Именно начал, вы слышите, начал. Ну, если говорить о христианской оценке этого, то, наверное, вам это понятно, что мы не принимаем это учение. Мы говорим, что начало одно. Бог только без начален, и Он является началом. и нашего всего бытия. Метафизически зло, если существует о совсем другом плане. Не как равноначальные, не как изначальные, а как происшедшие, то есть возникшие, но не начальные. Как оно возникло, христианство об этом говорит, и как возникает в человеке, то же самое. но мы не можем принять вот этой дуалистической точки зрения, которая имеет место вот в этой концепции. Второе понятие – это духовно-нравственное, зло, которое присутствует в человеке. спасение заключается здесь в искоренении этого зла. Под злом при этом, если говорить о христианстве, то понимается не как вот то сосуществующее в человеке как добро, добру, а как нарушение добра. нарушение добра. Существует только добро. Добро. Существует норма, правильность, красота. А зло есть ничто иное, как нарушение вот этого порядка, этого добра, этой красоты, нарушение, искажение его. Это искажение мы и называем злом. То есть оно не существует в человеке, как что-то рядом стоящее, а является болезнью, которая поражает то доброе, что есть в человеке. Спасение заключается, следовательно, в данном случае в искоренении этого заболевания. Социальное зло, то есть то, которое касается общественного уклада жизни. уклада жизни уже не человека, а человечества, если хотите, и отдельных народов. Социальным злом, несправедливостью называется то, когда нарушаются нормы отношений между людьми. Эти нормы прописываются различно в разных религиях и в безрелигиозном сознании. Но спасение заключается в чём? В восстановлении этой справедливости. Скажу вам так, что здесь очень много непонятного. Всё время говорят о справедливости, всё время говорят о законности, непрерывно возникают эти законы, в разных народах они свои, и тем не менее, тем не менее, да, оно продолжает существовать. Это социальное зло. Концепции избавления от него уже, наверное, бесчислены множеством, а воз и ныне там. Какие уж создаются, создаются, так сказать, челосовские и социальные, и, да, целые системы, но ничего не помогает. В чём причина? Христианство прямо говорит, в чём причина? Потому что возможность изменения общества коренится в изменении человека, его духовного состояния, а не в изменении в самих форм существования человека. Основная ошибка вне религиозного сознания, а если хотите, и вне христианского сознания заключается в том, что всё внимание обращается на изменение внешних форм жизни человека и общества. Христианство утверждаешь, что на этом пути невозможно победить зло, невозможно достижение справедливости, которое принесёт человеку благо. Путь только один через изменение самого человека. вообще я вам скажу, что темы отличаются, может быть, христианство от большинства, подавляющее большинство религий, что оно обращает, не только религия, а мировоззрение вообще, что оно обращает внимание на человека, на самого человека. Зло внешнее является следствием человеческого зла, следствием духовного состояния человека. Вот здесь это очень трудно, я вам скажу, принять, потому что я всегда вижу, когда что-то случается плохое, то все вокруг меня виноваты, но не я, а я как чистый голубок. Все виноваты, все правители, чиновники, люди, обстоятельства, кто угодно, один я, только невиновный. Понимаете, что творится? А, кстати, психологически, понимаете, откуда это исходит? В нас сидит идея, присутствует идея святости, и здесь она проявляется в карикатурном виде. Вместо того, чтобы действительно очиститься и стать святым, я обвиняю всех других, всех других, а я-то себе приписываю святость. Вот беда. Так вот, это принципиальное различие между христианством и нехристианством. Ещё раз повторяю, Царство Божие внутрь вас есть, сказал Христос. Блаженно чистым сердцем, сказал Христос. Чистым сердцем узрит Бога. Видите, то есть узрит и истину и благо. Поэтому социальное зло, оно является следствием того зла, который присутствует в людях. Народ очень хорошо это сказал в отношении, так сказать, правительств и прочее, говорят, по сеньке и шапка. Потому что сплошь и рядом мы только и знаем, критикуем там, вверху, и светских, и церковных. Вы заметили это, правда же? Все вокруг нас там. Там и чиновники, министры, президенты, премьеры, иерархи. Ну все, понимаете? Ну все не то делают. Вот беда-то. Я бы только меня поставь, и тогда бы узнали. Земля бы тут же перевернулась бы кверх тормашками. Такое социальное благо бы наступило во всем мире. Вот так. Ну, может быть, еще, может быть, стоит, стоит сказать о биологическом взгляде, но тут, так сказать, фактически и говорить не о чем. Речь идет просто о болезнях, о страданиях, о страданиях, которым подвержен род человеческий и не только человеческий. Здесь борьба с ним, ну, очевидно, очевидно, хотя христианство опять-таки говорит, что в конечном счете, конечно же, все эти невзгоды, в частности, и телесные, в конечном счете, они обусловлены нашим ненормальным духовным состоянием. Кстати, обращали вы внимание или нет, что очень редко, когда мы можем встретить друг, чтобы какой-то действительно великий святой был болен, болел, великий святой. Святые многие болели, но вот, когда читаешь там по теряках и прочее, редко находишь такие известия, такие сообщения. Обычно, когда люди достигают уже чистоты, великой, большой чистоты духовного совершенства, то они становятся и телесно здоровы. Само тело подчиняется их чистому духу. Это, так сказать, факт очень много-много значительный, много говорящий. Но по существу я вам скажу, когда мы говорим о спасении, то две принципиальных точки зрения встают перед нами. Это материалистические и христианские православные. По существу именно так. И материализм здесь, конечно, уже нам во всю широту показал, как он, какими путями, какими средствами хочет он достигнуть благоденствия человечества. Боролись за мир так, что не оставили камня на камне. Боремся за благоденствие людей так, что залили кровью. То Францию Великой Французской революции или Парижская коммуна. То Россия в 1917 году и все боремся за лучшее будущее. Вы слышите? Будущее. А настоящее – это что, навоз для будущих поколений? А откуда мы взяли, что эти будущие поколения будут лучше нас, интересно? Мы все строим будущее. Мы боремся за лучшее будущее человечества. Да что это за божество такое, будущее человечества, которому нужно принести в жертву эти миллионы и десятки миллионов людей, погибших в ужасных страданиях. Материализм, который отрицает Бога, душу и вечность, жесток. Одни формы сменяются другими. То открытые кровопролития и жестокие муки, то подмазанные, прилизанные, приукрашенные, но на самом деле, на самом деле продолжающие то же самое. Человек-то оказывается там человек на третьем месте. Те же боролись с классовым обществом. Оно как было, так и осталось. Я не знаю, даже в царской России, было ли такое расслоение между богатыми и бедными, как сейчас. По масштабам, наверное, едва ли. Разрыв всё тот же, вы видите? А ведь боролись как? Сколько крови пролито! Десятки миллионов людей уничтожены! Демократию утверждаю! И бедные демос народ от зарплата до зарплаты вытягивает. Хватило бы, чтобы до получения зарплаты власть народа! Правда же, замечательно? Ну, что вы! И всё время мы живём как? Так, как делает мудрый извозчик. Чтобы лошадка бежала быстрее, он берёт клочок сена пахнущего, ароматного, хорошего, на палочку и привязывает впереди морды лошади. Так крепко привязывает. Лошадь так и бежит за этим пучком сена! Только никогда достать его не может. Материализм, по очень многим параметрам, не работает как идеология, которая должна бы дать человеку действительно благо, хотя бы это земное процветание. И самый главный, конечно, порог его в том, что он не обращает внимания на страсти человеческие. Ведь они же являются источником всех тех зол, с которыми пытается мир справиться, не борясь с ними. Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Этот эгоизм, эта погоня за богатством наслаждением, разве может человек, который живёт только этим, разве может он дать другим благо? Эгоизм – это жуткая вещь, это эгоцентризм. Это что, в принципе, материалистическая идеология, она не способна дать человечеству спасение. В принципе, почему в принципе? Ещё раз говорю – страсти. Страсти. Дайте вот сейчас, дайте всё, что только может дать, и тут же перебьют друг друга. Почему? А ревность? Это вы куда денете? Ну-ка! А зависть? А зависть? Это что такое? От тщеславия и гордыня? Да вы знаете, ради этого, что человек сделает только? Страсти остаются же все, и пока они есть, невозможно спасти человечество от страданий. Невозможно! Я вам скажу, это очень важно это понять. И эти идеологи, я не знаю, они или ослеплённые, или лукавые, когда предлагают нам материалистические пути спасения без обращения к исцелению человека. Христианство проповедует потрясающую истину, которую никак не может принять вот это нехристианское сознание. В чём заключается истина? Христос пришёл в плане социальным последним человеком. Никто! Никто! Не занимал никакого поста, не имел ничего. Но что он сделал? Он обратил внимание на самое главное, как опытный стратег. Вот. Он обратил все силы, бросил своего учения, своего слова, на что? На сердце человеческое. Блаженно чистое сердце. На это обратил внимание. Без исцеления человеческой души от страстей никакое благо невозможно. Вот что утверждает христианство. И даже если мы бы осыпали, нас осыпали всеми земными благами, мы от этого не получили бы блага. Это говорят все. Слушайте, это всё. Я вам приводил уже неоднократно, что сейчас, оказывается, по некоторым статистическим данным, больше половины европейцев потеряла смысл жизни, где, кажется, жизнь так, всегда она была, так сказать, неплохой, материально, и остаётся больше половины потеряла смысл жизни, обращается к психиатрам. Почему? К психиатрам. Почему обращается? Потому что с психикой происходят какие изменения? Неудовлетворённость, тоска, уныние, отчаяние. Кажется, всё есть, и ничего уже неинтересно. Вот беда какая! Почему? Причина ясна! Там уже давным-давно потеряли саму идею борьбы со своими страстями и даже не знают этого. Они удовлетворены в лучшем случае своей нравственностью, добропорядочностью своей внешней. И эта удовлетворённость является той страшной почвой, на которой рождается гордыня, из которой проистекают все, если хотите, страсти, поражая человека изнутри. Вот в чём беда-то. А Запад он насквозь материалистичен. В 2005 году ЮНЕСКО в Декларации по универсальным принципам биоэтики требует следующие интересы и благо индивида должны преобладать над единственным интересом науки или общества. Вот попробуйте-ка. Благо индивида должны преобладать над благом, над интересами науки и общества. Вот попробуйте в это, вот как втиснуть это. Да мало ли у меня какие блага! Я чего я хочу? И в то же время тут же судят людей за вороство, за насилие, за жестокости, за финансовые махинации. Так это ж моё благо! Какое-то дикое, противоречивое совершенно заявление. А что дальше? Парламентская ассамблея Совета Европы в том же году, в 2005 году, в резолюции женщины и религии в Европе декларирует «Свобода вероисповедания ограничена правами человека». Это вообще такие виртуозы! Это просто мошенники из мошенников! Я другого слова не нахожу! Свобода вероисповедания ограничена правами человека. Простите, а свобода вероисповедания – это не право человека разве? Нет, вы подумайте! Оказывается, свобода вероисповедания – это не права человека. Ограничена правами человека. Вы послушайте, что утверждается. Вещи, кажется, совершенно абсурдные, взаимоисключающие. Это не просто так. Всё продумано. Принцип вообще, тот принцип, который стал господствующим после Второй мировой войны – это свобода ради свободы. Она приводит к какому-то полной анархии, к хаосу, раскрепощению самых зверских и подчас сатанинских инстинктов. Ожидать от этого какого-то блага, какого-то спасения – это надо быть, я не знаю, слепым, ослеплённым идеалистом. Вот к чему приводит эта свобода ради свободы. Недаром Арсенуфий Великий говорил – «Хороша свобода, но соединённые со страхом Божьим». Вы слышите? Со страхом Божьим соединённые. То есть, который присутствует что? Вот это опасение, чем бы не нарушить, не нарушить любовь к человеку. Как бы не нарушить заповеди Божьи, свобода должна оберегаться. Свобода, я вам скажу, – это ядерная реакция. Вы слышите, что сейчас затронули? Ядерная реакция. И не дай Бог, если она не будет ограждена надёжно. И вот сейчас это и идёт настоящий Чернобыль. Только в области уже другой, не физической, а в области моральной и психической. Именно это. Только страхом Божьим она может быть ограждена. Тогда она будет той действенной силой, которая даст возможность человеку правильного развития, правильного отношения. К сожалению, всё идёт наоборот. Потому Достоевский так резко критикует вот эту вот идею общественного развития. Я вам процитирую. Он критикует идею о том, что если общество устроить нормально, то разом и все преступления исчезнут, так как не для чего будет протестовать, и все в один миг станут праведными. «Ни в каком устройстве общества не избегните зла», – писал он. «Душа человеческая останется та же, ненормальность и грех исходят из неё самой». Замечательно! Вообще, я вам скажу, Достоевский – это христианнейший писатель. Я просто паразитный психолог. Вот где психология, если кто-то человек хочет изучать психологию, это действительно, не знаю, лучшего, наверное, и не найдёшь. КОНЕЦ